Строительство кадетского корпуса на финишной прямой, ход работ на личном контроле у главы республики. Что сделано и какие задачи стоят перед подрядчиками. Подробности у Дмитрия Ковалева. До сдачи объекта считанные дни. Работы продолжаются в ускоренном темпе. Строители наводят последний лоск. В учебных классах и спальном блоке устанавливают мебель и двери. Все необходимые коммуникации в корпусе проложены. Успех в работе. До утра. Красиво улыбайтесь, чтобы и в конце рабочего дня так же, чтобы было. Ранним утром глава региона сверяет планы с подрядчиками и руководителями органов власти. Впереди решающие дни. Отставание от графика недопустимо, отметил Михаил Игнатьев. Первое постоянное освещение будет к вечеру. Девять и шесть сегодня привезете. Их надо начать устанавливать. Остальные все те, которые там в субсубподряде работают, я с семьей вчера поздоровался, поговорил. Они готовы работать. Вот освещение, если дадите, они сегодня должны завершить. На помощь подрядчикам приходят сотни волонтеров. Но организация работ пока оставляет желать лучшего. К слову, и руководители покидают строительную площадку раньше своих подчиненных. Андрей Спиридович вчера уехал, не организовывал эти работы. Инструктивные совещания с ним никто не провел. Надо довести информацию до каждого человека, чем они должны заняться, какие ограничения есть. Грызть гранит военной науке здесь будут 400 кадет. Для них оборудуют пищеблок, актовые спортивные залы, медицинские кабинеты, где ребятам окажут экстренную помощь. Полностью медицинский блок. Здесь и палаты, две палаты инфекционного профиля. Значит, это стоматологический кабинет обязательно здесь будет присутствовать, потому что дети в круглогодочном режиме обучения здесь. И все оборудование сегодня уже готово для того, чтобы их установить. В кадетском корпусе будут готовить специалистов для флота и воздушно-космических войск. Перед его выпускниками открываются большие перспективы. Немало ребят из Чувашии сейчас обучаются в военном университете Минобороны. Уроженцы республики и среди преподавателей вуза. Здесь у нас изучают финансовое дело, прокурорско-следственное дело, изучают иностранные языки. В нашем вузе обучается порядка 100 выходцев из Чувашской республики, порядка 76 курсантов и офицеров. Курсанты из Чувашии на хорошем счету. Они занимают лидирующие места на Олимпиадах и участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи. Наши курсанты и офицеры все являются членами Московской региональной общественной организации «Товарищи офицеры Сыны Отечества», которую возглавляет вице-адмирал Ильин. Организация с участием наших курсантов и офицеров принимает различные участия в социальном кадетском движении. В Московской области также выезжают в районы Чувашской республики. Члены «Товарищества Сыны Отечества» обещают приехать и на открытие кадетского корпуса. К этому дню у его стен расцветет и парк. Сегодня утром здесь начали сажать кустарники и деревья. Чтобы, конечно, изначально это подчеркнуть и со внешним строением здания, с цветом, был выбран вот такой вот кустарник, очень неприхотливый, хорошо поддающийся стрижке, формовке. Пузыреплодник калинолистный, пурпурно-листный вот такой вот. Мы его сейчас сажаем, он уже с хорошей закрытой корневой системой. Здесь будет город-сад. Саженцы деревьев и кустарники должны расцвести уже через год. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.